Архиепископ Анисифор, 20 апреля 1828 года, епископ Русской Православной Церкви, епископ Екатеринославский, Таврический и Херсонский, епископ Вологодский и Устюжский, биография, родился в 1769 году в Могилевской губернии в семье духовного сословия, окончил Могилевскую духовную семинарию, в 1788 году рукоположен во священника, в 1789 году поступил в армейское духовенство, в 1792-1813 годах участвовал в походах и сражениях действующей армии, в 1796 году возведен в Сан-Протоиерея, а с 1800 года – благочинный, с 23 октября 1807 года – старший благочинный Дунайской армии. Протеерея Анисим Боровик вынес тяжелый, редкий подвиг на своих плечах, прослужив 24 года полковым священником, почти непрерывно находясь в походах. С 1808 года Протеерея Анисим руководил полковыми священниками Дунайской армии. За военные подвиги во время военных кампаний с французами 1807-1815 годов Протеерея Абширонского полка Анисим был награжден золотым наперстным, крестом из кабинета Его Величества. Во время Отечественной войны 1812 года или вскоре после нее он был награжден орденом Святой Яны II степени и ему было назначено годовое жалование в 600 рублей. Для исправления последнего долга тяжело раненых при всех сражениях находился безотлучно, так гласила полковая аттестация о его работе. В 1813 году он последний духовник, присутствовавший при кончине полководца Эммы Кутузова. Пострижен в монашество митрополитом московским филаретом в Благовещенской церкви Александра Невской лавры. Представлен кандидатом на первую архиерейскую вакансию и 22 февраля 1814 года Хиротонисан в Казанском соборе во епископа Вологодского и Устюжского. По отзывам современников, хорошо знавших епископа, он был необыкновенно духовной, высокоблагочестивой и строго подвижнической жизни. Отличался добротую, доступностью и благотворительностью, его доброе отзывчивое сердце всегда искало средств, чтобы помочь нуждавшимся. Он прибегнул даже к тому, что сдал пожалованные ему награды и полученные за них деньги положил в банк. С тем, чтобы проценты с этих денег шли для раненых, для вдов и сирот на тюрьмы и другие благотворительные цели НС. Лесков, в примечании к рассказу «Случай Юспаса в наливках» указал, что в 1820 году в предпасхальные дни случались сразу четыре происшествия, связанные с пьянством священников. 28 ноября 1827 года перемещен на Екатеринославскую кафедру. 24 декабря 1827 года возведен в Сан-Архиепископа. Последнее время своего служения он болел водянкой и во время богослужений был не в состоянии поднять ногу, чтобы вступить на Амван, и входил на него только при помощи других. Владыка предвидел день своей кончины, одному из своих знакомых он сказал, что принимает лекарство до пятницы, а там оно будет не нужно. И действительно, скончался он в пятницу, погребен в Самарском пустынно-Николаевском монастыре. Источники Анисифор Русский биографический словарь В 25 томах СПБ М. 1896-1918 Анисифор Биография Русский биографический словарь